Великая размова с президентом. Керауник Беларуси Александр Лукашенко сёння сустракается с журналистами, представниками хромадскости, экспертных и медийных супольностей в формате открытой размовы. Сустречу у промым эфиры транслируются все державные телеканалы, онлайн, я ее так само можно поглядеть в интернете. Интерес до размовы великий. Гэта махчымость с первых вуснов доведаться про политические и экономичные процессы, якие зараз отбываются в Беларуси и в свете. Под час великой размовы керауник державы агучил самые важные темы. Сярод их змены у Конституции Украины и вакцинация от коронавируса. Уважливо сочили за тем, что отбывается у Палацы незалежности и же хары Витебской области. Амаль у полном складе великую размову с президентом слухали супрацовники предприемства Витебска Болгаз. Сегодня, конечно, наступает тот момент, когда каждый в особенности должен понимать свою ответственность за наш мир, мир в нашей стране и мир, соответственно, во всем мире. Поэтому большая благодарность за то, что мы имеем возможность принимать участие в таких вот интервью, разговорах, понимать с первых уст, что происходит, те, кто, может быть, немножко далеки от новостейной жизни сегодняшней, и уметь очень четко убирать вот этот вот инфошум и как можно конкретнее и четче понимать всю эту ситуацию, которая происходит в нашей стране. Большой разговор подкупает своей такой необычностью. Разговор проходит прямо, прямолинейно, открыто. Президент не подбирает какие-то слова, очень искренне. Поэтому данная информация очень доходчиво будет воспринята аудитория. Руководством предприятия было принято решение все-таки пригласить на эту встречу молодых, талантливых, креативных. В том числе здесь присутствуют и некоторые участники диалоговых площадок для того, чтобы они в процессе совместного просмотра, так скажем, имели возможность поделиться своими мнениями и чтобы потом донесли их в коллектив, если где-то кто-то не смог посмотреть, либо что-то не услышал. И нас на нашем предприятии очень сильно волновал вопрос санкций. Мы также высказывались против санкций, потому что у нас есть производственное управление Витебск ТОРФ, которое занимается добычей и реализацией ТОРФа, грунтов питательных, в том числе и на рынке Европы. И здесь мы тоже, так скажем, были вынуждены перестраиваться. Но вот позиция нашего президента, он четко сказал, что если перед нами закрывают определенную дверь, одну, мы ищем другую дверь. Мы эту дверь нашли, мы нашли рынки сбыта с Россией, и наше предприятие на данный момент от санкций не пострадало. То есть наши люди не почувствовали на себя вот этих вот санкций. Второй вопрос, который также был очень актуальным для нас, это пандемия. И также президент говорит о ней. И в том числе и здесь в зале присутствуют те люди, которые вышли в ночь и шили маски, те же, чтобы обеспечить наших сотрудников спецсредствами. Но мы ни на день день не остановили наше предприятие. Никто из наших работников не почувствовал это в своем кармане, так скажем. А что касается формата разговора, конечно, он должен быть таким форматом. Он вообще просто должен быть. Такой разговор обязательно должен был состояться. Очень символично, что он состоялся 9 августа 2021 года. Год прошел, мы работаем, мы работаем в полном составе. Мы не потеряли наших работников. Молоды, энергичны и с энтузиазмом смотрим в будущее. И очень приятно это видеть, что и президент также смотрит в будущее. И я думаю, что у нас все будет хорошо. Действительно, большой разговор получается очень конструктивным. И конкретно сегодня определяются и подводятся итоги некоторых моментов, которые происходили и происходят на протяжении всего этого года. И лидер страны Александр Григорьевич Лукашенко сегодня дает четко понять всем, что, друзья, Беларусь – это то государство, которое не станет на колени, а которое будет сражаться. И у нас есть для этого все. Мы поддерживаем связи с нашими друзьями, мы поддерживаем партнерские связи с теми службами, структурами, организациями, которые готовы поддерживать Беларусь. И действительно, Беларусь сегодня открыта для предложений. Молодежь сегодня открыта для предложений. Но главное, чтобы это было все только мирным путем. И если говорить сегодня о политике, если говорить сегодня о происходящем в мире в целом, то действительно, сегодня молодежь, сегодня жители Беларуси признают о том, что в Беларуси можно жить мирно и спокойно. И можно трудиться, можно зарабатывать, можно развиваться, реализовывать себя и свои идеи. Подчас Великой Размовы так само вздымались темы миру и справедливости, внешних и внутренних выкликов, одинства их историчной памяти. Отказности кожного за себе, свою семью и свою краину.